Всем привет дорогие друзья, с вами канал WhiteArt и в сегодняшнем видеоролике мы будем апгрейдить вот этот старый письменный стол монолитный, но уже устаревший и надоевший. Здесь у нас теперь будет стоять стол с регулировкой по высоте и не механической регулировкой, а электрической. Надеюсь все это будет хорошо работать, я уже конечно в магазине посмотрел, это очень клево, регулировка по высоте именно электрическая, но в этом видео я вам все расскажу и покажу. Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Комплект стола поставляется в таких вот трех картонных коробках, кто внимательный тот смог заметить фирму производителя данного стола. В большой коробке находится столешница, к которой крепятся вот эти вот регулируемые электрические ноги, а в той коробке у нас боковые детали для столешницы с ящиком. Ну что же, давайте открывать. Полную распаковку я покажу с коробкой, в которой ножки, остальные уже покажу в открытом виде. И далее будем собирать и тестировать. Конечно весь процесс сборки я показывать не буду, но на основных моментах я остановлюсь и расскажу. Так, ну что дорогие друзья, начинаем распаковку с ножек и давайте открывать. Первым нас встречает инструкция. Далее основание ножек. Пульт управления высотой стола, щиток, блок управления и пакеты с винтами. Дальше идет вал привода, сами стойки, траверса и деталь поддержки столешницы. Надо сказать, что все винты упакованы по номерам и подписаны. Теперь большая коробка, в которой вот так вот аккуратно упакована столешница. И теперь последняя коробка с боковыми частями для столешницы. Деталей много и начинаем собирать. Забегая наперед, на сборку ушло примерно 8 часов. Но собирал я неспешно, внимательно изучая инструкцию. Итак, сборку я покажу по собранным частям. И начинал я собирать с короба для столешницы. И вот конечный результат. И сразу я накрутил часть от петель, но потом оказалось, что две поставил не туда. Пришлось перекручивать. Дальше с помощью винтов из комплекта крепим дно столешницы к коробу. Вот так выглядит собранный ящик. Его можно собрать в любое время. Дальше собираются ножки по инструкции, ничего сложного. И да, ножки можно регулировать, чтобы поставить стол там, где вдруг неровный пол. Прикручивать ноги можно двумя способами. Как в инструкции, на саморезы, либо болтами. Там есть вкрученные с завода гайки и процесс сборки в таком виде даже легче. Все встанет ровно. Ну а далее располагаем блок управления с пультом, там где вам понравится и будет удобно. Фиксируем провода комплектными стяжками. Ну и в конце ставим вверх столешницы. И вот этот красавец собран. Минимальная высота 71 см без учета толщины столешницы. Самое высокое расположение 121 см без учета толщины столешницы. Максимальная нагрузка на ножки 70 кг, поэтому кататься верхом я не буду и нагружать стол сверх меры. Панель поднимается и опускается со скоростью 25 мм в секунду. И у работы ножек есть рабочий цикл в 2 минуты, а затем не трогать их в течение 18 минут. Значит ширина столешницы 115 см, глубина 83 см, вес всей конструкции 54 кг. Продолжение следует... А теперь дорогие друзья, давайте поговорим про сам стол в целом и мои о нем впечатления. И начнем мы пожалуй с нашей столешницы. А именно материалов. Почему-то никто в обзорах не говорит никогда, какие материалы используются, какого они качества и так далее. Итак, материал столешницы LDSP, цвет санома или же просто простыми словами светлое дерево. Сделано довольно все качественно, никаких у меня нареканий по этому поводу нету. А самое главное, что столешница особо не пахнет. Ну был какой-то микро-микро запах, когда я открыл коробки. Пахли вот эти вот черные бока на самом деле больше всего. Но ночи хватило, чтобы запах прекратился. И запах только есть, если открывать вот эти различные ящички. Итак, сидеть приятно, посадка получается с ровной спиной. Что наверное полезнее, чем скрючившись. На моем кресле мне посадка очень понравилась, но может быть, чуть-чуть бы пониже, на парочку сантиметров, можно было еще опустить этот стол. Так, друзья, стол оснащен вот этим пультом управления данным столом. Здесь у нас есть кнопка вверх, кнопка вниз, кнопки памяти в количестве трех штук, а также кнопка автоматического поднятия или опускания стола. То есть, здесь мы можем поднять стол вручную. Также мы можем на вот эти циферки загнать ту высоту, которую вы хотите использовать. Например, на цифре 2 у меня стоит высота, чтобы пользоваться микрофоном с пантографом. Это примерно 93 сантиметра. Вот так вот вы могли услышать, как звучит этот стол, как опускается механизм. Ну, не сказать, чтобы прям что супер тихо, но и не так громко. Итак, есть кнопка автоматического включения, здесь вы выставляете таймер и через это время, которое вы выставили, например, стол поднимается. То есть, вы выставили 45 минут, например, поработали 45 минут сидя и такой стол вам говорит. А давай-ка ты стоя, браток, давай, поднимай-ка свою задницу от стула, время пришло. Столешница получилась не совсем ровной, правая столешница никак ровнее не встаёт. Но это для меня не так критично. Я положил коврик с мышкой и особо не видно неровность данного стола. Либо это заводской брак, либо это мои кривые руки, которыми я собирал этот стол. Также не встала вровень маленькая панелька, но там из-за газовых ограничителей. Пазы не очень хорошо подпилены под размеры этих газовых ограничителей и они не встали, естественно, туда до конца. Поэтому эта столешница получилась не вровень со всеми остальными. Ноутбук не очень встаёт на родные ножки, но так как я под задние ножки подложил ластики для охлаждения, то он идеально стоит монолитно на этом столе и не шатается. Ящики не сказать, чтобы супер вместительны, но мелочёвку для гейминга там хранить можно. Например, всякие клавиатуры, мышки, геймпады и так далее. В ложе, которое посредине, я положил адаптер питания от ноутбука, а также второй удлинитель для питания лампочки, которую вы видите за моей спиной. Вон она стоит такая белая, красивая. И на эту лампочку будет в следующем видео обзор. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Теперь про подъёмный механизм. Когда я ехал в магаз, я думал сначала рассмотреть ручной подъёмник, но там оказалось, что всё это на винтах и выбирать положение просто целой геморрой. То есть там надо всё крутить вручную, что-то поднимать, куда-то там лезть, ключами там и так далее. И я такой подумал, да блин, но это не очень удобно. А потом я посмотрел вот этот механизм и понял, я его прям хочу. Поэтому я взял и купил вот этот механизм, который электрический и подъёмный. Мне он очень нравится. Стоя оказывается тоже очень приятно работать за ПК. Но стоя я в основном буду делать записи с микрофоном. Либо на пантографе, либо вот этим вот красавцем, который вы видите сейчас на экране. То есть поднимаем стол и записываемся. Этот стол я взял небольшой в силу размеров комнаты и место его расположения. Поэтому прежде чем брать такой стол для полноценного ПК, вам стоит подумать, как вы будете размещать все устройства. Например, хватит ли длины проводов, если корпус разместить на полу или же на подставке. Но вот поставить корпус на стол не выйдет. Перекроются все ящики и смысл этого стола естественно теряется. На сайте, где я брал стол, есть решение для корпуса, чтобы он был прикручен к столу и поднимался вместе с ним. Но стоит такая штука не очень дёшево. Дальше смотрите, какие ножки у вашего монитора. У моего чуть больше 30 сантиметров. И они будут находить на маленький ящик в центре стола. Два монитора, если поставить, никакой ящик не будет открываться. Поэтому мониторы на этот стол только вешать на кронштейнах. Плюс, может не хватить места под всякие аксессуары, по типу подставки, под наушники и микрофон на пантографе. Единственное, что хорошо, спереди и сзади есть выступы и столешница не вровень с боковыми частями. Можно что-то прикрутить к столу. Короче, если брать такую же модель стола, нужно рассматривать её чуть шире, чем у меня. Если вы хотите разместить какие-то аксессуары или же несколько мониторов. Для работы с ноутбуком такой стол подойдёт идеально. Можно разместить всякие аксессуары, как я это сделал, вот сейчас вы можете посмотреть. А также можно разместить аккуратно и красиво все провода. Резюмируем. Стол хороший, для моих целей подходит полностью. Материалы не пахнут и не надо долго выветривать помещение. Ночи с открытым окном для этого хватило. Ящики прикольные для всякой мелочёвки, которая нужна под рукой. Работать можно сидя и стоя, регулировать высоту, как вам удобно. Единственное, для размещения компьютера нужно брать похожий стол, либо без ящиков, либо чуть шире. А так, спасибо за просмотр данного обзора. Я надеюсь, кому-то он будет очень полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и не болейте. До скорых встреч в новых видео и стримах, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok